Я сегодня вам презентую новую политическую силу Грузии, партию за счастливую Грузию. Первое, то что я вижу, что в Грузии существует очень большая проблема с идеологией политических партий. Вообще непонятно в какую сторону они ведут грузинское общество. Мне кажется, что не хватает партии, которая бы занималась исключительно населением Грузии, особенно той частью, которая живет за чертой бедности. Моя партия намерена решать две основные задачи в обществе. Первая из них это социальная, существенное повышение уровня жизни людей. Это главная задача. И вторая главная задача это создание благоприятной среды для местных предпринимателей и зарубежных инвесторов. Я в политике более 20 лет. За первый год своего правления мне удалось в 5 раз увеличить бюджет города и довести его с миллиарда долларов до 5 миллиардов долларов. Я ликвидировал массу, по сути, воровских небюджетных фондов, которых, к сожалению, в Грузии тоже достаточно. Это сотни и сотни миллионов. То есть я знаю, что делать. 4-5% налога на прибыль для нерезидентов, которые не ведут хозяйственную деятельность на территории Грузии. Создание свободных экономических зон, особенно в горных районах, безналоговые зоны. Для свободы слова и укрепления демократии, принятия закона об адвокатуре, уравнения ее в правах с прокуратурой, можно было бы увеличить пенсии и пособия незащищенным гражданам примерно на 100 ларе. Как этого можно достичь? Где можно взять деньги на эти реформы? Первое это тотальная приватизация государственного имущества. Сокращение расходов бюджета на чиновников и их льготы. Продажа неэффективных зарубежных активов, если такие есть. Нужно иметь одно престижное здание и в него поместить все правительство. Существенное поднятие налогов на роскошь. 100% на дорогие автомобили. Лица, которые получают, например, свыше 3000 ларе зарплату, для них тарифы на коммунальные платежи были бы немножко выше. Нет уважения к людям, которые создают рабочие места. Я смотрю проблемы с выдачей кредитов под квартиры. Никто эти проблемы не решает. Людей выселяют на улицу. Я знаю, что в Грузии очень болезненная тема возвращения утерянных территорий. Есть только один путь присоединения этих территорий. Это быстрый экономический подъем грузинской экономики. Если у нас в Грузии пенсии будут намного выше, а сейчас они ниже, чем платит Россия, если мы войдем в ЕС, и грузины смогут путешествовать по всему миру без виз, то на границе с Грузией выстроится очередь из Осетин и Абхазцев, которые захотят принять грузинское гражданство. Вот и все, что я хотел вам сказать по этому поводу.